Девушки отдыхают В стране восходящего солнца происходит полторы тысячи землетрясений в год, а 72 года назад страна подверглась атомной бомбардировке со стороны США. Нагасаки превратился в кладбище, на котором не осталось ни одной надгробной плиты, но отважным японцам острых ощущений на удивление не хватает. И они, гордясь тотальным отсутствием даже малейшего намёка на седину, регулярно делятся с нами своими новыми произведениями в области хорроров, в том числе уже более 20 лет, серией Resident Evil, вдохновлённой как раз расцветом атомного цветка смерти. Но, по правде говоря, перед выходом Resident Evil 7 мы больше всего боялись того, что игра не будет иметь толком никаких связей с предыдущими играми франчайза. Capcom прочувствовала новый тренд, заданный Хидео Кодзимы с его демкой PT, и перевернула свой сериал с ног на голову, так же, как Канами собиралась это сделать с Silent Hill. В целом, общий курс снова взят на то направление, в котором двигалась оригинальная трилогия, но и по духу, и по механике «семёрка» действительно кардинально отличается от того, что мы видели ранее. Впрочем, не можем не заметить, что часть винтиков из старого механизма авторы прикрутили и сюда, причём по факту Resident Evil 7 куда ближе к своим истокам, чем вторая трилогия. Мы, например, приятно удивились, когда увидели старую систему сохранений с полноценными комнатами. Там есть до боли знакомый ящик для хранения предметов, рекордер для записи отдельной игры. Да, раньше была винтажная печатная машинка, но суть та же. Несколько полезных вещичек, которые обязательно помогут пережить следующий отрезок приключений, и, конечно же, главное — этот успокаивающий меланхоличный саундтрек, как будто пытающийся сказать нам «Жизнь продолжается, всё хорошо, просто отдышись, возьми себя в руки и иди дальше». Но, само собой, самым практичным тут можно считать ящик для хранения. Потому что в инвентаре, и это одна из тех приятных струнок ностальгии, банально мало места. Надо повнимательнее пошарить по всем углам, собрать побольше всего полезного и какие-то вещи оставить на будущее. Они без сомнения понадобятся. Мы полюбили первые игры серии не в последнюю очередь за то, что они предлагали выбор. И именно он рождал какое-то чувство безысходности, которым должен обладать правильный ужастик. Вспомните три последние игры. Патроны валялись повсюду, буквально под ногами. Просто пали во всё, что движется, и не думай о мелочах. Но совсем другое дело, когда у тебя в обойме буквально пара патронов, и осталась последняя аптечка, а на тебя прёт жуткое чудище. Надо быстро решать, стрелять или прорваться мимо, рискуя больно отхватить по голове. Либо вы остаётесь без патронов, либо без лекарств. И непонятно, что хуже. Или может вообще развернуться на все 180 градусов и ну его к чёрту. Нам это очень напоминает давно ставшую классикой сценку со священниками из очень страшного кино. Это прямо каноничная Resident Evil. Видишь некоторое дерьмо? Просто беги, Форест, и прячься куда-нибудь. Пусть у вашего героя разобьётся радикулит, но не делайте глупостей. Подчинитесь природным рефлексам. И вот именно эти суровые условия выживания с рефлекторной системой выбора сделали оригинальную трилогию Resident Evil одним из лучших хорроров в игровой индустрии. Они же к нашей радости вернулись и в Resident Evil 7. А вместе с этой атмосферой возвратился и давным-давно позабытый, но очень классный элемент. Система комбинирования запчастей. Аптечки мы можем сделать из лечебных трав, а патроны — из пороха. Шлют авторы привет оригиналу и с измеряющим пульс-браслетом, по которому мы видим уровень нашего здоровья. Сама камерность помещений, тот факт, что действие разворачивается в проклятом старом доме, где полно дверей, которые, как и в первых трёх частях, открываются медленно и со скрипом, всё это тоже возвращает нас в атмосферу ранних классических игр серии. Кроме того, мы точно также должны искать карточки и особые ключи для открытия дверей, раздумывать над загадками, которые действительно нужно решать. Наконец, в седьмой части даже вернулась классическая статуя с оружием, взять которая вы сможете только если найдёте сломанный дробовик и вложите его в каменные руки. Так получается, что сюжетно Resident Evil 7 прямых связей с происходящим в предыдущих играх не демонстрирует. Дальше будут сюжетные DLC и полноценные продолжения, а они всё это дело должны, как мы надеемся, раскрыть как положено. Но сейчас нам пришлось искать отсылки к прежним играм, разве что не всматриваясь в стекло лупы. Если вы уже прошли игру, запросто могли даже не обратить на них внимания. Но мы отыскали, по крайней мере, некоторый из отсылок. Прежде всего, можно обнаружить несколько книг, газет и журналов, чтение которых заставит чаще биться сердце любого фаната Resident Evil. Так, в гостиной ужасной семейки Бейкеров, в одной из многочисленных коробок, разбросанных то тут, то там, мы нашли книгу Then Veiled Abyss, написанную Клайвом О'Брайеном. Это глава военизированной группировки BSAA при ООН, то есть в расшифровке Bioterrorism Security Assessment Alliance. Именно в BSAA служили Крис Редфилд и Джилл Валентайн, главные герои многих игр серии. В пятой части Крис является оперативником и одним из основателей этого альянса. А сам Клайв О'Брайен впервые появляется в Resident Evil Revelations. Один из первых файлов, которые вы найдете в игре, это заметка из газеты, написанная 19 января 2016 года, репортером Алисой Эшкрофт, появлявшейся в Resident Evil Outbreak. По всей видимости, она смогла покинуть руины Раккун-Сити и побывала в Луизиане, где описывала странные случаи пропажи людей. В частности, она пишет о пропаже Хелен Миткиф, студентке колледжей Северной Каролины, и сообщает о том, что местная полиция собирается увеличить количество людей, занимающихся расследованием этих странных событий. В той же комнате, где находится эта газета, можно найти картину с изображением гор. Под ней стоит подпись «Arkley Mountains, 7 июля 1991 года». Именно в Арклейских горах находится печально известный Раккун-Сити и, собственно, сама корпорация «Амбрелла». А значит, картина была нарисована, возможно, кем-то из семьи Бейкеров, за 7 лет до событий самой первой игры серии и Resident Evil Zero. Позже, в третьей части Resident Evil, получившей подзаголовок «Немезис», как раз в этих горах терпят катастрофу вертолёт Джилл Валентайн. Кроме того, в разрушенном судне можно найти журнал, сообщающий о том, что прошло уже 16 лет после кошмарных событий в Раккун-Сити. Из него вы узнаёте, что правительство взорвало город наводнённой зомби. Наконец, есть общие темы с предыдущими играми и в самом сюжете седьмой части. Людоедство, биологические эксперименты некой корпорации, споры плесени, заражающие мозг. Дальше пойдут жёсткие спойлеры, где мы расскажем про концовку Resident Evil 7. А если вы ещё не прошли игру, то лучше прямо сейчас закройте это видео, чтобы не испортить первое впечатление. Во время финального сражения с Эвелиной есть вот какой интересный момент. Итан обнаруживает, что его оружие здесь бессильно, но вовремя замечает, как кто-то бросает ему странный пистолет. Название пистолета — Альберт-01Р. И это, видимо, отсылка к Альберту Вескеру, одному из главных антагонистов всей серии. А в самом конце прилетает вертолёт с логотипом корпорации «Амбрелла». Пусть и выглядит он несколько иначе, чем обычно. Появился щит и сменилась цветовая гамма. «Амбрелла», как известно, это большой медицинский конгломерат со злыми целями. А тут логотип выглядит как-то менее угрожающе. Скорее, как символ защиты. Из вертолёта выходят солдаты, один из них снимает противогаз и представляется Редфилдом. Неужели это тот самый Крис Редфилд? Мнения на этот счёт разделились. Если это и правда Крис, то получается, что он предатель или двойной агент. Но на самом деле, внешне на того самого Криса этот Редфилд не очень-то и похож, а больше напоминает верного пса корпорации «Амбреллы» — Ханка, лидера команды «Альфа», который появлялся, например, в «Немезис» и в «Резидент Ивл Аутбрейк». Напоминает в том числе и тем, что оба носят противогаз. Может быть, он представился Редфилдом, чтобы обмануть Итана? Некоторые горячие головы и вовсе предположили, что Крис Редфилд и Ханк — один и тот же человек. Весной для «Резидент Ивл 7» выйдет дополнение «Not a Hero», и у него уже есть официальный пустер. Присмотритесь, возможно, именно Редфилд будет главным героем этого аддона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова